Но мы двигаемся вперед, и я передаю слово Сергею Сикенову, руководителю группы сопровождения клиентов, и поговорим о том, как заслужить доверие клиентов с помощью сайта и различных SEO-методик продвижения сайта. Сергей, вперед. Алексей, привет. Надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Сейчас покажем презентацию и расскажем всю информацию, которая будет полезна нашим слушателям. Итак, сегодня посмотрим на то, как заслужить доверие клиентов с помощью сайта и SEO. И раз уж будем говорить про SEO, сразу оговоримся, что будем смотреть на сайт и со стороны клиента, и со стороны поисковиков, раз уж мы оптимизируем свой контент под них. И второй момент. SEO сейчас это не только оптимизация сайта, но и работа со всеми площадками, куда вы можете дотянуться и разместить там свою информацию таким образом, чтобы поисковик, когда это видит, оценил ваши условия и ваши предложения самым лучшим образом, и дал вам возможность поработать с его аудиторией. Итак, меня зовут Сикенов Сергей. Еще раз представлюсь, я рукуль группы по сопровождению. Мои коллеги работают с проектами клиентов, начиная от стадии того момента, когда они формируют у себя такое осознанное ожидание, что они хотят от своего сайта достичь каких-то целей, и до этапа, когда мы внедряем на их сайты какие-то доработки, правки, чтобы эти цели достичь. Начнем сегодня с того, что посмотрим, что же такое доверие поисковых систем и почему нас оно вообще может интересовать. Любой поисковик, что Яндекс, что Гугл, любые другие, которые вы можете вспомнить, основывается на том, что обладает определенной аудиторией, которая приходит к нему, и на вопросы этой аудитории поисковик должен давать ответы. Соответственно, чем лучше поисковик дает нам ответы, тем с большей вероятностью мы еще раз придем к нему, и этот самый поисковик сможет нам показать свою рекламу, предложить воспользоваться услугами такси и так далее. Соответственно, он с этой аудиторией будет работать. А ответы для поисковика предоставляем мы владельцу сайтов, и поэтому поисковик заранее присматривается к нашим ресурсам. Достойны ли мы того, чтобы быть показанными вот этой аудитории. Ну и, соответственно, как заслужить вот это доверие поисковиков на примере любого сайта? Здесь чек-лист, который может примениться к любому вообще проекту, от самого маленького сайта до большого портала. Базовая история – это, конечно же, техничка. Сайт должен быть быстрым, сайт должен быть удобным для пользователя. Он должен открываться у него в любое время дня и ночи, в пик скидок, в пик распродаж в любое время и на любом устройстве. Соответственно, чем ваш сайт легче, чем он быстрее работает, тем больше пользователей с мобильных устройств, с планшетов, в дороге, в машине смогут его открыть и воспользоваться предложением ваших услуг. Чем сайт медленнее и тяжелее, тем больше проблем может возникнуть. Про удобство использования на любых устройствах. Есть много грустных картинок, когда кнопки на сайтах прячутся за границей экрана, например, или нет возможности оформить заказ, или даже дозвониться в больницу за срочной помощью с сайта, который это предлагает. Все вот эти вещи на удобство надо тестировать. У всех у нас есть, как минимум, не одно устройство, но мобильный телефон тоже вполне подойдет. Можно открыть свой собственный сайт и попросить ваших знакомых проверить, все ли там хорошо. Если нет, то, как правило, любая система управления сайтом, CMS, через которую вы добавляете новости, цены и так далее, позволяет также поправить этот внешний вид. Сайтов много, примеров много. Если нужна будет конкретная помощь, договоримся, что приходите к нам в саппорт с вопросами, попробуем подсказать, что можно сделать. Следующий пункт – это отсутствие ошибок или упоминания о проблемах в отчетах вебмастера и серч-консоли Гугла. Соответственно, на скриншоте пример, когда диагностика прошла успешно, значительная часть клиентов приходит к нам с тем, что есть предупреждения о критичных или фатальных ошибках, которые могут мешать пользователю в дальнейшем работать с их сайтами. Стоит их заранее исправить. Пример таких ошибок – это лишние страницы, малозначимые, заполненные контентом, который не оценен как полезный. Соответственно, какой контент может быть полезен? Тот, который отвечает на запрос пользователя. Он пришел к вам выбрать новый сорт кофе и хотел бы увидеть отзывы о нем, какие-то рекомендации, информацию по стоимости, как его заказать, когда он к нему приедет. Без этой информации покупка станет для него рискованной и, скорее всего, неинтересной. Глядя на то, что на сайте большинство пользователей заходят туда и считают его неинтересным, и поисковики начинают верить нам меньше. Защита данных пользователей – обязательная история сейчас, с учетом того, как распространилась, к сожалению, какие-то истории с цифровым мошенничеством и так далее. Установка сертификата SSL на сайт – практически обязательная вещь. Защита форм обратной связи CAPTCHA тоже. Они вас защитят от того, чтобы вы не получали ботные регистрации, клиента защитит от потери его платежных данных, а поисковикам покажет, что вы заботитесь о ваших клиентах и у вас все хорошо с защитой данных. Как можно потерять доверие поисковиков? А, к сожалению, бывают моменты, за которыми волей или неволей не можешь уследить. И, например, это ошибки в работе хостинга, в работе системы управления. В этом случае случается так, что на сайте появляются какие-то вирусы, заглушки, которые пытаются обмануть пользователя даже без вашего ведома. Это случается. Такое бывает. Ровно так же, как ваш компьютер может поразить вирус. Как правило, на хостингах есть установлены антивирусы. Эти предупреждения вы заранее получите. И с помощью защиты на хостинге можно будет от всего избавиться, почистить. Все снова станет хорошо. Про поведенческие показатели говорили, что глубина просмотров, отказы, среднее время на сайте. Все вот эти параметры, они очень важны. Пользователь должен прийти к вам, найти ответ на свой вопрос в максимально комфортное для него время. Наверное, не стоит стараться сделать это время максимально большим. Ну, точнее, Википедия, куда мы приходим почитать много фактов. А заказ на того же кофе. Поэтому на удобном объеме информации ему должно быть видно, что с вами будет классно, здорово посотрудничать. Он останется счастлив от этого взаимодействия. По результатам этого взаимодействия клиент может оставлять о вас оценки, отзывы, причем как об услугах, так и, например, по самом сайте. Такая фишка есть в Яндекс.Браузере. Я могу похвалить сайт, где мне удобно, или поругать сайт, если уж совсем он заслужил такую историю. Вот эти отзывы, они видны вам, как владельцу сайта, в мастере Яндекса, например, и вы можете с ними срабатывать. Если сайт ругают за то, что он медленно работает, ну, наверное, стоит подумать о более быстрых хостингах, о том, как оптимизировать контент на сайте, чтобы он работал у всех хорошо. Что касается каких-то методов раскрутки, за которые можно потерять доверие поисковиков. Ну, как правило, в топе это чужой контент, парсинг контента, взять товар из чужого сайта, еще что-то подобное. Или же, например, ну, менее критичное, но тем не менее заполнение из, там, единой экселены на всех поставщиков в стране. Получается, что там тысячи сайтов существуют, которые с одним и тем же описанием пытаются клиентам продать, например, кондиционеры. Они ничем не отличаются, и поисковику сложно сказать, какой из них стоит выделить, чтобы дать ему вот эту возможность поработать с пользователями, со своей аудиторией. Лучше, если контент уникален, и вы следите за этим обязательно. Про Darvi сейчас тоже достаточно популярная история, когда трафик собирают на десятках лендингов по конкретным запросам, обещают золотые горы, а потом предлагают перейти на другой сайт, где уже непосредственно оформляется вся эта предложенная история. Соответственно, за такой можно получить фильтр. Клиенту не надо пытаться его обмануть, там, переводом на другой сайт и так далее. Сохранить его нужно и обработать на своем сайте, предложив ему максимально честные условия. Вот на следующих слайдах посмотрим, как это может выглядеть. Собственно, что поисковики еще говорят о доверии и о том, как мы, наверное, с этими требованиями работаем. Есть такая аббревиатура, как EAT. Эта аббревиатура придумана Гуглом в его рекомендациях для асессоров, где он говорит, что экспертность, авторитетность и доверие – это критерия оценки, по которым поисковик, который представляет собой определенную логику обработки данных, может понять, насколько сайт хорош и насколько он готов для того, чтобы предложить его пользователю. А вот это доверие, которое он готов вам оказать и показать, еще сейчас дополняется опытом. Соответственно, наибольшим влиянием вот эти параметры будут влиять на сайты, которые относятся к категориям денег, жизни, здоровья, страхования, «You Money, You Life» или в переводе «Кошелек или жизнь». На сайте, с точки зрения оптимизации, обязательно должны быть ваши контактные данные. Лучше, если они дополнены вашими соцсетями. Сейчас это тоже важно. Лицензии, сертификаты для тех направлений, которых они обязательно тоже стоит публиковать. Особенно, если это касается здравоохранения, например. Авторы контента должны быть экспертами в сфере. Что это означает? Те материалы, которые вы публикуете в блогах, в новостях, например, должны быть подписаны авторами вашего сайта. Это именно ваши рекомендации, вы отвечаете за их качество. Здорово, если они подтверждаются ссылками на исследования, на какие-то рейтинги, опять же, шорт-листы и так далее. Отзывы от получателей услуги здорово дополнят. Сами странички подтвердят ценность этого заказа. Если ваш товар хвалят, и если он четырех- или пятизвездочный, скорее всего, тем, кто ранее заказывал, он понравился, и мы тоже можем его порекомендовать. Покажу, как это может выглядеть на сайте на примере скриншота с магазина «Все инструменты». Очень его люблю. Прямо с точки зрения оптимизации он выглядит как идеальный учебник или пример для вебинаров. Здесь, на сайте, как в шапке, так и в футере, мы сразу видим, какие есть условия получения оплаты, где ближайший к нам адрес. Мы можем посмотреть на наш заказ, оплатить его. Мы все знаем о гарантии на товар, на его возврате, об условиях доставки, рейтинги магазина. Все это как раз отображает то, что на предыдущем слайде выглядит как там несколько строчек. На самой карточке товаров обязательно есть история про обмен-возврат, про сервис, про то, как этот товар оценили предыдущие покупатели. Очень здорово. Вот эта история работает с любыми крафтовыми производителями. То есть, когда мы не покупаем один и тот же iPhone, условно говоря, и сравниваем только по цене две точки. А если говорим о ножах в подарок, о чем-то еще, мы не можем заранее по фотографии понять, насколько он хорош. А вот такая история с отзывами, с условиями обмена возврата нам сильно поможет. И мы сможем принять решение. Заодно и поисковики помогут получить больше трафика, когда мы всю эту информацию о своих товарах покажем на сайте. Что касается видимости. И вот этой возможности показать себя и свое предложение как можно шире. На днях буквально столкнулись с тем, что пришел клиент, и с точки зрения бренда или его поиска, его видно только по главной странице его сайта. Удивился и решил вынести это в отдельный слайд, как кейс, для того, чтобы можно было посмотреть на примере других брендов, как они работают со своей видимостью. И как можно получить больше клиентов за счет вот этой работы с оптимизацией площадок. Что можно показать по своим брендовым запросам? Особенно, если это как раз крафтовая история. Понятное дело, ваш официальный сайт и ваши соцсети, они вам полностью доступны. На них вы размещаете все свои условия работы, время, даты, контактную информацию, гарантию и так далее. Все это повышает доверие к вам. Где еще можно опубликоваться? Это в справочниках вашего города, в справочниках Яндекс.Бизнес, понятное дело, но и в локальных площадках. Два ГИС, ну или дубль ГИС, как иногда его называют. Любые другие локальные рейтинги для вас могут быть интересны. Тематические рейтинги. Для медицины, продакторов, для любых других сайтов. Возможно, это услуги Яндекс, где рейтинг ваших услуг или предложений должен быть в можно более высоким. А главное, вы имеете возможность зарегистрироваться там абсолютно бесплатно. Контекст конкурентов очень интересен тем, что можно отслеживать, кто хочет на вашей аудитории показать себя и свое предложение в рекламе. Соответственно, те УТП, ну или предложения, за счет которых они пытаются вашу аудиторию переманить, можно подсмотреть, на вашем сайте создать страничку и на нее переманивать ту же самую аудиторию, сохраняя ее за собой. Как повлиять на свои рейтинги с точки зрения оптимизации? Ну или вообще с точки зрения работы с аудиторией? Понятное дело, что источником отзывов для сайтов являются ваши текущие покупатели. Кто-то из них оставит с удовольствием свой отзыв и скажет, что готов поделиться информацией, хочу поделиться, хочу рассказать о своем опыте. Кто-то не сразу придет к этому, его можно попросить в момент оформления заказа, а в момент отправки ему заказа, в момент завершения предоставления услуги, просить его написать отзыв на вашем сайте, поделиться своим опытом. Как показывает практика, большинство пользователей охотно делятся этой информацией и не требуют за это какой-либо оплаты. Это их момент, волеизъявления, скажем. Они могут остаться и оставить на вашем сайте вот эту информацию. Что касается рейтингов. Понятное дело, как говорила Екатерина, чем выше рейтинг, тем лучше. Работа с ними в рейтингах на картах Google Maps может быть основана точно так же, как в работе на вашем сайте. В остальных отзывиках, как правило, достаточно бывает даже зарегистрировать там вашу карточку. Вы владелец сайта и можете оставить о себе там информацию, просто указав официальную карточку, что это вы. А потом работать с этими отзывами в живом режиме, когда их оставят, отвечать на них и показывать, что вам интересно, мнение пользователей. Что можно делать с точки зрения SEO? Ответ на ваш отзыв, ответ на отзыв клиентов может содержать те запросы, которые вы используете для продвижения. Таким образом, эта карточка будет накапливать вес со словами, которые вам интересны. Такой небольшой лайфхак. Спасибо. Теперь, наверное, приступим к вопросам. Ой, слушай, я, как это, я, знаешь, Сережа, я самый горячий твой поклонник, поэтому сначала вопросы у меня, как это, пользуясь тем, что у меня микрофон ближе. Друзья, вопросы задаем, сейчас дойдем и до ваших вопросов. Слушай, ну, первое, очень круто, что ты сказал, о том, что теперь поиск, это не только Яндекс и Гугл. Теперь поиск, это, ну, вот буквально везде. То есть могут искать что-то на маркетплейсах где-то, что-то о вас узнать. МДУ. Либо хорошее, либо плохое. Зависит от того, как вы работаете с репутацией. Могут на том же Ютьюбе, кстати, друзья, если не знаете, так-то вообще-то, по последним исследованиям, Ютьюб, по сути, второй поисковик в мире. Ну, понятно, он тоже принадлежит Гуглу, но просто люди на Ютьюбе уже теперь, по сути, ну, ищут инструкции по использованию тех или иных там приборов, товаров, смотрят анпакинги и так далее. И поэтому там Ютьюб, ну, или соцсети, скажем так, обобщим, да, вместе с Ютьюбом. Или там Апсторы. Ну, то есть вот везде это все может быть так или иначе дополнено отзывами. И если вы не мониторите историю про себя, то это не значит, что там про вас ничего нет. И вот как бы вопрос. Но у меня вопрос вот какой. Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что, в общем, при грамотном подходе можно получать органический трафик, ну, например, из того же Гугла дешевле, чем, скажем, контекст из Яндекса? Конечно. Ну, базовая ситуация – это когда у нас есть определенные позиции в топе, и у нас есть контекст. мы всегда следим за тем, чтобы мы не показывались по тем же словам контекстным, по которым мы уже в топе, для того, чтобы не происходила каннибализация трафика, когда люди, которые и так бы нас увидели, придут к нам по контексту, и мы заплатим за них как бы второй раз. Как минимум, вот эта механика важна. Второе – да. За счет нахождения сайта в топе можно уменьшать затраты на любые виды контекста и оставаться при этом на пике интереса. У очень успешных сайтов контекстная история включается на сезонный охват, когда нужно дожать в максимально высокий сезон все, что можно, и показываясь даже за счет вот этих слов еще раз в топе, рядышком со своим сайтом на первой позиции. Ну, я еще напомню нашим слушателям, что на самом деле вот уже второй год, вот как в Гугле при всем желании контекст не купить, и поэтому, кроме как вот продвигаться SEO-шными методами в Гугле и получать вот этот органический поисковый трафик к себе на площадке, для Гугла сейчас в России других вариантов просто не остается. А аукцион в Яндексе по некоторым данным он дорожает, ну, условно, там на 100% в год. То есть это вот медиаинфляция. Это каждый год вы начинаете покупать себе клиента дороже, дороже и дороже. Поэтому вот хороший аргумент, хороший повод обратить внимание на презентацию Сергея и подумать о том, собственно, что можно сделать и как оптимизировать, в общем-то, бюджет на привлечение к себе клиентов. Спасибо.